Кидыкарус Райзинг вышла эксклюзивно для Nintendo 3DS и рассказывает нам историю о ангеле по имени Пит, предназначение которого защитить человечество от злой медузы. Всего в игре 25 глав, причем геймплей каждой разделен на воздушную земную половины. Воздушная мы играем в рельсовый шутер, уворачиваемся от выстрелов и атакуем монстров всех мастей. Вторая половина это наземные сражения, когда мы управляем Питом с помощью аналогового стика и истребляем монстров, причем не только с помощью дальнобойных атак, но и с помощью ближнего боя. Изредка в специальных локациях разработчики дают нам погонять на необычных болидах или даже забавно выглядящем роботе. Подобные вещи обогащают геймплей и не дают игроку соскучиться. Чтобы игра была наиболее комфортной, в каждый комплект с игрой идет специальная подставка. 3DS и 3DS XL комфортно размещаются на ней, а специальные резинки не дают вашей портативке упасть даже в самых ожесточенных баталиях. Также в комплекте идут специальные AR-карты, чтобы вы смогли пополнить здешнюю галерею модельками персонажей, а также посмотреть на их шуточные баталии на вашем столе. Игра сразу же окунает в озвучу событий. Не ждите никаких заставок или занудных диалогов, ведь перед вами уже появились монстры, в которых нужно стрелять. А сюжет вы будете узнавать из здешних, часто уморительных разговоров Питты и Палутины, богини света, которая дарует ангелу силу полета, благодаря которому Питта летает. Однако время полета сильно ограничено, по сюжету наш протагонист может летать всего 5 минут. Итак, Палутина рассказывает о нашем предназначении. Медуза, богиня тьмы, пробудилась, хочет уничтожить все человечество, ну а нам, конечно, предстоит его спасти. Сценарий в этой игре отполирован просто до блеска, потому что именно здешний юмор, антураж и персонажи не дадут вам забросить игру до самого конца. Особенно мне понравился момент с болтливой треуголовой гидрой. Поверьте мне, подобный шуток здесь хоть отбавлен. Каждая глава сделана с любовью, каждый диалог остроумен. Здесь нет напряженной атмосферы. Даже когда сам сюжет довольно-таки серьезный, его подача легка и непринужденно. Кстати, игра изобилует неожиданными поворотами. И вы будете крайне удивлены, когда перед вами плывут финальные титры, которые вдруг сменяются непрошенным гостем. Я не буду спилерить, лишь скажу, что чем больше вы играете в Кидыкорос, тем больше он вас захватывает. Управление здесь следующее. Вы вводите на нижнем экране стилусом и перемещаете прицел. Зажимаете левый шрифт, чтобы стрелять, а уворачиваетесь с помощью аналогового стика. В воздушном и земном сегменте у вас будут разные способности. В первом у Пита будет возможность расстрелять всех врагов благодаря нажатию на синюю сферу. Тогда весь экран заполнится выстрелами нашего подопечного, а враги падут. В земном сегменте же у вас будет возможность использовать ограниченные по количеству карточки, которые вы будете находить на протяжении всего прохождения. Эти карточки вы настраиваете в специальном меню, и они представляют собой различные фигуры. Таким образом вы размещаете нужные вам способности, причем их количество ограничено, в зависимости от того, какую фигуру представляет карточка. Эти способности могут быть самые разные. Отравление, поджог, регенерация, автонаведение, прыжок и многие другие. Игра особенно порадует тех, кто помнит прошлые части Кидыкороса, потому что отсылок тут хоть отбавляй. Перед тем, как представить нового злодея, на нижнем экранчике вам покажут его пиксельное прошлое. Полутина постоянно отпускает шуточки, спорит с Питом, а разработчики через диалоги ломают четвертую стену комментариями в духе. Может, Пандора скажет нам, что вы выглядите как стратегия, если вы не заметили. Это не нашла анти-пандора. Она делает хороший вопрос, особенно, когда она кричит. В игре есть монстр, на глаза которого вам лучше не попадаться. Ну, а если же вы совершили эту оплошность, он вас замечает и начинает играть великолепная восьмибитовая музыка. Ну и как тут не улыбнуться? Перед началом каждой главы у игрока есть возможность настроить ее сложность, здесь называемой интенсивностью. Для тех, кто не очень хорошо знаком с жанром рельсовых шутеров, или кто просто хочет ознакомиться с сюжетом и не особо напрягаться, стоит сделать интенсивность поменьше, потратив те самые небольшие количества собранных в игре сердец. А тем, кто любит посложнее да побольше врагов, следует повысить интенсивность, тогда игра бросит вам самый настоящий вызов. Стоит, однако, говориться, что если вы проиграете, ваша ставка сгорит и вас кинут на один уровень сложности ниже. Наш главный герой умеет пользоваться самыми различными оружиями. Это и клинки, и когти, и луки, и посохи, и магические сферы. Различных моделей больше сотни, их можно комбинировать, улучшать и даже обмениваться другими игроками через стрит-пасс. У Киды Каруса, кстати, весьма хороший мультиплеер. Он представляет собой два режима, и оба дублируют наземные элементы кампании. Первый режим Free Fall, в котором выживает сильнейший, а второй Light vs Dark, в котором участники делятся на две команды, по три человека в каждой. У обоих команд есть запас энергии, изменяющийся в зависимости от силы выбранного оружия. И, когда этот запас подойдет к концу, последний выживший игрок становится ангелом. А победу одерживает та сторона, что первая победила вражеского крылатого выжившего. Вся игра очень увлекательная, и уж точно не даст нам заскучать. На экране всегда будет происходить фейверк из красок. Здешние монстры удивят вас своим дизайном, локацией и любовью к деталям. Боссы – проработанностью. Здешние схватки с боссами, кстати, тоже сдобрены порцией отличного юмора Палутина и Пита. И иногда уловить суть их разговора представляется невозможным. Еще бы, ведь приходится концентрировать все свое внимание на том, чтобы не умереть. Из недостатков этой игры я могу упомянуть разве что не самое удобное управление, да наземные баталии. Если летная, первая часть игрового процесса великолепная, как графически, так и по механике, то наземная ей уступает. В частности, из-за того, что управление здесь реализовано не лучшим образом. Играть трудно, прицел часто сбивается, вместе с того, чтобы аккуратно отойти, Пит может сделать кувырок или угодить в пропасть. Наземный сегмент чаще всего выполнен в коридорном стиле и может просто-напросто наскучить. Кстати говоря, играть в Кидыкарус исключительно с включенным 3D. Эта игра полностью раскрывает возможности Nintendo 3DS и порадует вас великолепнейшей графикой. Сражения в воздухе захватывают дух. При всем этом звучит потрясающая оркестровая музыка и рассказывается сильная история с древнегреческими персонажами в главных ролях. Если вы еще сомневаетесь, брать ли Кидыкарус к себе в коллекцию или нет, мой ответ однозначно да. Потому что эта игра увлечет вас на долгие часы. Ведь помимо потрясающего соло, тут есть очень неплохой мэтиплеер. Нужно лишь всего лишь свыкнуться с управлением. А это, как говорится, дело времени. Надеюсь, вам понравился мой обзор. Комментируем, ставим лайки, играем в игры. Всем пока, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok